Друзья, вы находитесь на канале Русская Душа и с вами Марина и кошка Хохлама Хохлуша это у нее домашнее название Хохлуша, Хлунья, Хохлунья Хохлама Хохлушечка пошла, пошла иди сюда иди моя девочка иди моя красивая иди ко мне, почему сладкий соскучилась такая хорошая, выленила хорошо, шубка хорошая она здесь две недели прожила нет, я видео снимаю и мы находимся на даче вот такой у нас лес сразу за забором и сразу за этим забором начинается Москва вот так я покажу вам все заросло, конечно надо косить сейчас этой дачей заведует моя дочь это шиповники культурные у них цветочки мелкие потом покажу вам и формой похоже на гвоздику а не на розу вот видите, тоже ряд целый у меня здесь как солдатики это розы это розы прекрасно выглядит набрали бутоны плетистая роза вот это очень красиво смотрится как фонтанчик вот такой лес у нас птички поют это у нас на участке березки сарай хохлуша гуляет хохлуша гуляет хохлуша гуляет хохлуйка хохлуйка лапочка она здесь жила под присмотром соседей две недели две недели назад ее сюда вывезли и вот соседи за ней ухаживали хохлушечка кошка наслаждалась она очень любит дачу очень любит быть на природе для нее это просто счастье в городе она страдает вот реально страдает моя девочка моя девочка соскучилась да ну да я поглажу тебя давай поглажу хохлушечка давай давай поглажу тебя давай ты мой хороший ты моя девчонка ай моя куколка ой гладимся мы гладимся моя лоскошечка мурчит ой мурчит моя кисонька мурчит кошка мурчит кошка вот она моя красавица ой моя красавица соседи ее и кормили и ласкали ухаживали за ней но большей частью она была предоставлена себе конечно она обрадовалась что приехали хозяйки моя дочь и внучка это ее хозяйки вот это дубок я его формировала чтобы он не вырастал слишком высоким надо будет его еще стричь это ель что-то она у меня не цветет который год она должна цвести малиновыми а нет были нынче малиновые просто она уже отцвела вот такая тоже плакучий развапистый такая ель декоративная хорошие приросты тоже наросли уже жесткие хорошо подросла какие у нее красивые шишки смотрите шишка холошечка идет ты моя девочка вот это у нас все на участке такая природа березовая рощица дубок ель посмотрите какая красивая елка это лесная елка мы ее оставили когда купили этот участок она была маленькая она была ростом ну где-то сантиметров 70 вот сейчас такая метров 5 она высотой вот такая красивая елочка вот пойдемте посмотрим о перетриму перетрумы зацвели вот они какие перетрумы цветные ромашки малина вот у нас малинник вот за сраем и до самого конца ну здесь еще такая маленькая малина ой она видимо полегла ну ничего дочь приехала сейчас аккуратно подвяжет у соседей вот декоративная как же это называется-то лиана как-то странно она где-то зацвела в таком месте пахнет о малина они подвязали плети полегла она будет сейчас аккуратно поднимать подвязывать видите вот они посмотрите как много у нее веток видите малинка подвязывать надо вся лежит под тяжестью зелени ну и что будет значит поднимать так это слива нынче она цвела а ягодок я особо на ней не вижу есть немножко вон наверху единичные ягодки ну ничего страшного это груша она не цвела но уже такой высокий рост у нее надеемся ждем это тоже груша она цвела ну я даже не надеюсь уже на плоды на ней ей уже много лет она вон вся лишайниками поросла не растет путем не развивается и подвой развивается лучше чем сама груша а это наши яблони смотрите какие яблони вот они высокие довольно вот они цвели на них должны быть яблочки да яблочки есть и много ну и слава богу будем нынче с урожаем довольно яблок нечего бога гневить первый урожай будет у нас яблоки есть есть яблочки завязались довольно много хорошо это брянская сорт яблони ой наверху яблоки везде так это коваленковская тоже много яблок завязалось видите вот они яблочки впервые у нас будет урожай яблок на коваленковской вообще первый раз дает урожай не было ни разу а вот на этих двух по одному яблочку по два было и здесь навязалось а это мульти сортовая яблоня здесь пять сортов привито на одном дереве я уже не помню какие тоже много навязалось яблок отлично прекрасно так ну здесь не видно за крапивой не видно что здесь у нас есть но дочка выпалит разберется здесь у нас дельфиниумы лилии и флоксы отлично будет урожай ну значит надо покупать соковарку ой комары кусаются так у нас еще есть две сливы они вот там дальше растут хохлушечка моя хохлушечка хохлома ой соскучилась сейчас я запишу и потом буду с тобой заниматься домик у нас страшненький старенький у нас мы его не отделывали это плетистая роза о много бутонов будет цвести нынче в прошлом году она мало цвела фиолетовая фиолетовая роза цветет букетиками фиолетовых цветов почти не пахнет отлично отлично в букетах видите красота какая вот сколько бутонов покажу вот вот дельфиниум шикарный надо сказать дочери чтобы подвязала его он вырастает почти до крыши поэтому мы ему поставили вот такие высоченные опоры так здесь у меня теневой цветник видите здесь хосты хосты остильбы этого лжанка вот такая хоста посмотрите моя рука и вот какой лист видите вот такая огромная хост лжанка скоро тоже зацветет сейчас еще вам какие-никакие хосты покажу это вот там новенький наш домик дальше это старый мы тут в основном на террасе много времени проводим а тут в том домике мы в основном ночуем вот тут домик кстати здесь два участка если кому нужно это граница новой москвы калужской области очень замечательные просто прекрасное садоводство на 100 домов сил 100 дворов ну и вот этот участок продаем вот вместе с этим домиком кому надо напишите так здесь у нас земляничка пойдемте сходим видите как здесь шикарно хорошенький домик небольшой удобный там внутри хорошо отделан у нас вот здесь у нас пять грядок земляники но тоже вся сорняком заросла ну девчонки приехали выпалют посмотрим земляничка она уже вся с ягодками смотрите видите вся с ягодками так здесь прекрасная сорта она уже на ягоде даже уже не на цвету отлично отлично девчонки все прополят и будет у нас нынче ягодка на варенье есть такие современные сорта полка элисанта дарселект основной такой вот лучок лошнит лук цветет смотрите прям красиво букетом да это колодец наш спаржа уже вся ушла в цвет в дудку вот так вот сейчас вам еще покажу хосты здесь косить надо ну все хозяйка приехала так что косит посмотрите тоже хосты какие огромные ну кто-то ее ел потому что видите какой огромный лист вот красивая яркая это тоже из таких крупномерных хост я ее все не буду забирать просто откопаю сколько мне нужно от нее и все красота а здесь вот тоже крупные хосты с белой каймой это с желтой а это вот с белой видите у нее уже много там сердечек обедов так что можно уже откапывать половину просто остальное останется а может и все заберу я отсюда уже много что вывезла деревья кустарники сегодня мы вообще приехали за смородиной пойдемте сходим посмотрим смородину колодезная вода здесь колодцы копают колодцы хорошие так что водичка хорошая у нас тут так ну что у нас со смородиной вот первые два куста красные это все черные но рядом с лесом она нифига не родит очень мало ягоды ну что это ну не смешно даже сейчас самые маленькие кусты выкопаем два два куста увезем вот так а эту будем переносить наверное осенью переносить на новое место может в сентябре посмотрим ну вот показала я вам мою дачу снимать я вам ее буду когда буду сюда приезжать всего доброго с вами была Марина на канале русская душа